Здравствуйте, уважаемые зрители! Вирус, карантин, пандемия – эти слова уже вот как надоели нам всем, не только казахстанцам, но и всему человечеству. Уныние, грусть, болезнь, сидение дома, отсутствие работы – все это производные сегодняшней ситуации, в которой оказался весь мир. Ну, кто мог подумать, что такое вообще возможно? Скажи нам об этом год назад, мы бы покрутили пальцем у виска, мол, развитие и прогресс современной цивилизации не остановить, ну, разве что война какая-нибудь глобальная, ядерная, может повлиять на человечество. А чтобы какой-то там маленький незаметный вирус мог затормозить глобальные процессы жизнедеятельности на Земле, но коронавирус подкался незаметно. И вот остановка производства, массовая безработица, безденежья, а еще и дистанцирование, сплошные маски-шоу, беготня за лекарствами и постоянный страх за здоровье близких. Мы уже привыкли, смирились со всем этим. А куда деваться? Жить хочешь и не к такому привыкнешь. В очень трудном положении сегодня оказались целые сферы общественной жизни и бизнеса. Просел туризм, базы и дома отдыха закрыты, спортивные, образовательные, развлекательные центры, индустрия, красоты, все на паузе. А учитывая, что карантин продлевают, боюсь к его завершению, многие из предпринимателей просто не выживут. К сожалению, нас ждет волна банкротств и закрытий и ПТО. Уже сейчас Комитет госдоходов отмечает резкий рост прекращения деятельности субъектов бизнеса по сравнению с прошлым годом. И это понятно на дворе коронакризис. Но все же есть сферы, кто меньше всех страдает от пандемии. Я бы даже сказал, они процветают. Это продуктовые магазины, аптеки. Замечу, что за последние три месяца они стали открываться в два раза чаще. А еще такси, доставка еды, ну и, конечно же, онлайн-торговля. Вот где бизнес просто прет, извините за выражение. И государство обратило на это внимание. Буквально накануне состоялось заседание правительства, где обсуждали бурный рост интернет-торговли. Так, по словам чиновников, сегодня в Казахстане действует более двух тысяч интернет-магазинов. Объем рынка электронной торговли за первое полугодие 2020 года, согласно официальным данным, составил 435 миллиардов тенгет. Интернет-торговля сейчас занимает почти 9,5% от общего объема розничной торговли. Хотя год назад в интернете покупали товары в два раза меньше. Ну а сейчас наши чиновники ожидают, что до конца этого года объем электронной торговли составит 900 миллиардов, а еще через два года показатель достигнет почти 2 триллионов, что составит около 13% от общего объема розничной торговли. Впечатляющие цифры, не правда ли? Позвольте немного истории. Пионерам в деле онлайн-продаж многие считают знаменитого предпринимателя Джеффа Безоса, который в 95-м году открыл первый интернет-магазин Amazon, сначала продававший только книги, аудио и видеокассеты, а также диски. Кстати, этот портал до сих пор является одним из крупнейших и самых популярных в мире. Ну а сам Безос на сегодняшний день считается самым богатым человеком на планете. Как говорится, вовремя подсуетился парень, не иначе как провидец. Так вот, за эти четверть века не то что сам интернет, но уже и сами магазины в нем прочно вошли в нашу повседневность. Чем же они так удобны? Интернет-магазины, в отличие от обычных магазинов, работают круглосуточно, без выходных и перерывов на обед, что позволяет сделать заказ в любое удобное время и даже ночью. Но, пожалуй, самая важная причина популярности магазинов в сети – это экономия. Там цены ниже, чем в обычных торговых центрах, поскольку не нужно платить заработную плату продавцам, аренду помещений и коммунальные услуги. Совершая покупки в интернете, не нужно никуда ехать, выходить из дома в ненастную погоду, стоять в очереди или в пробке. Все время, которое вы тратите на покупку – это выбор нужного вам товара на сайте. Так что преимущества онлайн-покупок очевидны. Ну и вернемся к нашим реалиям. Как отметили в Министерстве торговли, для дальнейшего развития электронной торговли этот бизнес хотят освободить от некоторых налогов. Развивать новые платежные системы, не банковские, поддерживать новые цифровые торговые площадки. И вообще, государство очень сильно будет помогать этому направлению. Замечу, ранее задачей, поставленной перед чиновниками, было довести долю электронной торговли в общей розничной торговле до 10% к 2025 году. Однако, эта цифра она уже достигла сейчас, благодаря коронавирусу. Так что пока одни отрасли на паузе и ждут окончания карантина, другие идут в рост стремительными темпами. Как говорится, кому война, а кому мать равна. Берегите себя и смотрите Атамикен Бизнес.